Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, где мы размещаем дополнительный аналитический контент, конкретные торговые рекомендации с прицелом на технический анализ и фундаментальные посты, многие из которых, кстати, являются следствием реализации ваших запросов по тому, что нужно добавить, что скорректировать. Мы всегда открыты к предложениям. Ну что ж, сегодняшняя торговая сессия очень насыщенная на фундаментальные события день. Не то чтобы отчеты, которые будут иметь прям крайне значительное влияние на инструменты, соответствующие, если говорить по регионам, например, английский для фунта. Ну, это статистика, на которую стоит обратить внимание, потому что мы стараемся исходя из всех вот этих более-менее значимых отчетов сформировать свое представление о том, что происходит с конкретной экономикой. Сегодня в 7.00 по GMT выйдут данные по инфляции в Англии, друзья. По прогнозам мы увидим новый многолетний максимум. Фактически рост показателя с 10.1 до 10.7%. После этого эстафета перейдет к статистике из США. В 13.30 по GMT выйдет релиз по уровнячным продажам в США. Фактически ожидаются хорошие цифры. Прирост с нулевой динамики, скажем так, до 1%. В это же самое время выйдет отчет по инфляции в Канаде. Сегодня, кстати, я предлагаю взглянуть на канадский доллар. Мы давно касались пары доллар-канадец. Будет локальная сделка. Возможно, вам она станет интересна. И закрывать торговую сессию, помимо выступления еще представителя американского регулятора Воллера, будет отчет по запасам нефти в США. Мы за нефтью следим. Сейчас, когда настроения на рынках явно ухудшились из-за событий в Восточной Европе, из-за ситуации с ковидом в Китае, нефть под локальным давлением. И было бы неплохо, если бы ее поддержал хотя бы отчет по запасам нефти в США. Ну, давайте обо всем по порядку. Начнем с данных по инфляции в Англии. Это еще один отчет, еще один релиз, который должен напомнить, друзья, почему британская экономика оставалась в колоссальных рисках экономического спада. И, в принципе, в них и остается. Сейчас пара фунт-доллар котируется на отметке 1.1854. И удивительный рост вчерашнего дня, который совершенно не соотносился с фундаментальным фоном. Вчера вышел блок данных по рынку труда Англии. Уровень безработицы вырос с 3,5 до 3,6%. Причем заявки на пособие по безработице ожидало значительное сокращение, если мне не изменяет память больше, чем на 12 тысяч, а по факту мы увидели прирост на 3,3 тысячи. Негативные данные, которые усиливают проблематику рынка труда английской экономики и для нас подсвечивают еще один очевидный риск, который является ее угрозой для британской экономики в плане каких-то более-менее нормальных показателей экономического роста. Но в эти нормальные показатели экономического роста мы уже не верим, потому что прекрасно понимаем, даже исходя из последнего релиза по ОВП, когда было зафиксировано в третьем квартале снижение на 0,2%, британская экономика уже в рецессии. Я думаю, что нужно признавать то, что есть, и выкрутиться в ближайшее время ей точно не удастся. Самое главное событие по-прежнему еще впереди этой недели, это бюджетный план, который должен быть представлен Министерством финансов Джереми Хантом, главой Минфина Англии. Это документ правительственного, скажем так, характератория Риши Сунака. Ну, заранее мы знаем, что бюджетный план, исходя из бреши в бюджете в 50 миллиардов фунтов, будет подразумевать значительное сокращение госрасходов и увеличение налогов на сопоставимые цифры, чтобы покрыть этот дефицит. И, конечно же, он затронет все категории общества, бизнеса, домохозяйства, и вряд ли реакция будет положительной. Но справедливости ради отмечу, что правительство Англии действует очень хитро. Они прекрасно понимают, какой может быть резонанс от этого документа уже завтра. И они решили заранее подсластить пилюлю и приняли решение повысить прожиточный минимум на 10 процентов и раздать почти 8 миллионов британских домохозяйств почти по 1100 фунтов. Якобы как допподдержка для наиболее уязвимой категории общества с минимальными доходами. 8 миллионов человек. Это много. Это может немножечко все-таки и нейтрализовать негативный эффект от анонса бюджетного плана, который мы ждем завтра. Но все равно, я полагаю, что фунту потерь не избежать. И в качестве такой программы максимум под конец недели потенциальное снижение фунта ниже отметки 1,16. Индекс доллара 106.38. В принципе, те же самые уровни, что были во время моего вчерашнего выступления. Доллар продолжает отходить от данных по инфляции. Серьезные эффекты они оказали на американскую валюту, потому что заставили участников рынка пересмотреть ожидания по тому, как и когда ФРС будет повышать процентную ставку. Но представители американского регулятора уже обращают внимание наше на то, что лучше сейчас не спекулировать на этих темах, а ориентироваться просто на уровень предельной ставки, которая пройдет в ФРС со временем. И этим предельным уровнем во-прежнем остается 5%, который, как показатель, крайне благоприятствует, опять же, чтобы капиталы пока находились в американских облигациях из-за того, что доходность там будет, ну, пусть чуть-чуть пониже. Индекс доллара в ближайшее время, на мой взгляд, сохранит консолидацию в пределах текущих значений. Мы будем, как ни крути, ждать следующий фундаментальный триггер. Этим триггером будет отчет по инфляции уже ноябрьской, который выйдет в декабре до заседания американского регулятора. И вот вы в комментариях спрашиваете, друзья, почему сейчас заранее, опять же, не поставить на снижение курса американского доллара и индекса американской валюты. Я повторяю, что я принимаю свое решение, исходя из-за конкретного фундаментального фона и имею точку зрения того, как буду действовать. То есть, когда я открывал длинную позицию по доллару, у меня было четкое представление, когда из этой позиции я выйду. Это так же, как и заранее открывать какую-то сделку и ставить уровни тек-профита и стоп-лосса. То есть, вы знаете, где вы ограничите профит, где вы ограничите убытки. Так вот, для меня этим потенциальным, скажем так, в кавычках возьмем стоп-лоссом, будет статистика ноябрьская по инфляции, если мы увидим очередное снижение базовой инфляции. Пока я снижения этого не увидел второй месяц подряд, как подтверждением факта, я не собираюсь сегодня продавать, завтра покупать, послезавтра опять продавать. У меня конкретное представление, о котором, думаю, вам известно. Золото. Здесь все неплохо. Золото продолжает расти. 1773 доллара за тройскую инфляцию. Сейчас максимум был 1786. Опять же, обращаю внимание на геополитику, на то, что сейчас происходит в мире, на локальные коррекционные настроения по доллару и на повышенный спрос на золото со стороны институционалов. Делаем вывод на основании последнего отчета от Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, релиз CFTC, где резкое увеличение лонговых сделок и сокращение коротких позиций. 1800 – это прям уровень, который просится, он будет протестирован. Я думаю, что локально, на вот этом локальном импульсе мы легко можем оказаться выше. Биткоин 19926. Если кто-то из вас сейчас обольщается последним восстановлением, друзья, не нужно быть настолько оптимистично настроенным в отношении криптовалютного рынка, учитывая последнюю тему, связанную с биржей FTX. Это очень серьезный фундаментальный фон, который будет еще резонировать на динамике криптовалютных активов в ближайшие недели. И на этом фоне мы точно обновим новые локальные минимумы. Доллар канадец сейчас 1.3276. Сегодня, как я уже отметил, выйдут данные по инфляции в Канаде. Скорее всего, базовая инфляция вырастет до нового многолетнего максимума со 6 до 6,3%. Это может оказаться негативный эффект на канадский доллар, потому что канадская экономика и так уже практически тоже на пороге рецессии. И буквально накануне глава Банка Англии Тип Макли предупреждал, что в ближайшую перспективу самый сильный экономический удар будет нанесен наименее обеспеченным домохозяйством с небольшими подушками финансовой безопасности. Но Банк Канады вынужден повышать процентную ставку сейчас, потому что борьба с инфляцией является первоочередным приоритетом. Но трейдеры трактуют это как неизбежность рецессии, то есть рост инфляции. Это не позитивный фактор из-за того, что Банк Канада будет повышать процентную ставку. Это негативный фактор, который может сегодня привести к тому, что после выхода отчета пара доллар-канадец улетит в район отметки 1.3350-1.374. Друзья, и что касается рынка нефти, да, кстати, 93.40. Пока что на рынке противоборствуют тенденции, опасения резкого сокращения предложения из-за санкций против России, из-за решения страны ОПЕК сократить объем нефтедобычи и опасения, связанные с потенциальным снижением спроса на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае. Растет количество заболевших в Пекине, Гуанчжо, это вообще промышленный хаб, но локдауны пока не вводятся. Это позитивный момент. Страны ОПЕК понизили прогноз спроса на нефть на этот год на 100 тысяч баррелей, но есть и нейтрализаторы, это прогнозы Международного энергетического агентства, которые повысили прогнозы спроса на нефть в этом году на 180 тысяч. Поэтому настроения нейтральные, рынок нефти вроде бы как держится в районе 94 долларов за баррель. У нас поддержка 90 долларов за баррель пока работает, мы оттуда покупали нефть, ждем, соответственно, последующего роста в район 100 долларов за баррель. На этом все, большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Продолжение следует...